Всем привет, с вами Кардес, и сегодня вышло описание обновления для патча 2.4, который будет доступен на ПТР сервере уже 25 января, то есть в этот вторник. Не обращайте внимания на кривую дату в этом описании. Список изменений довольно внушительный, и я не буду зачитывать весь, однако в этом ролике я акцентирую внимание на некоторых самых интересных, на мой взгляд, изменениях. И начнем мы, конечно же, с изменения классов. Здесь все как и обещали разработчики, они усиливают нерабочие классы, однако на самом деле они еще и усилили несколько и так достаточно имбовых классов, но об этом чуть позже поговорим. Итак, что касается амазонки, здесь в принципе все как и обещали, и нет смысла здесь что-то особенное прям рассматривать. Тут уже будем смотреть, как это будет действовать по факту на ПТР сервере. Что касается ассасина, то в ветке боевых искусств планировались серьезные апы, для того, чтобы этот билд стал более играбельным для одиночного прохождения. И по сути все, что я здесь вижу, это простое увеличение урона от всех навыков. Плюс то, о чем изранее и говорили, теперь у нас при ударе в ближнем бою поглощается только один заряд, а не все три, которые вы накопили. И честно сказать, это выглядит довольно странно, потому что я не думаю, что проблема ассасинки была в том, что у нее был слишком маленький урон на первоначальном прохождении. А учитывая, что они апнули огненные ловушки, то использовать ближний бой для прохождения игры теперь вообще никакого смысла нет. Так, например, у всех огненных ловушек теперь повысилось влияние синергии на их урон. Что касается варвара, то никаких принципиальных изменений он не получил, кроме различного рода добавления описаний и вот этого вот всего. И самое главное, что я ждал, это то, как они собираются усилить варварометателя. И теперь у нас, значит, мастерство топоров каким-то образом пронзает цель. Я, честно сказать, не врубаюсь, о чем еще идет речь. Дальше написано. Двойной бросок. Значит, сам по себе навык бросания вот этих вот метательных оружий увеличивает базовый урон на 16% и еще по 8% за каждый уровень. Сейчас, получается, у нас нет никакого увеличения урона, да, здесь идет только увеличение атак рейтинга за прокачку. И, соответственно, урон мы должны были повышать за счет навыка даблсфинг. И вот это вот как будто бы должно каким-то образом сделать метание топоров или чем-то метать будем гораздо более приятным. Но, мне кажется, эту ситуацию не исправит. Слишком, слишком маленькая прибавка. Очень маленькая прибавка. Возможно, вместе вот с этим вот пронзанием это и будет иметь какой-то смысл. Но все-таки я убежден, что здесь нужен какой-то сплэш урон, чтобы варвар не просто метался в каждую цель по отдельности. Дальше. У друида. Когда вы применяете умение с задержкой, теперь вы можете применять и другое умение с задержкой. Это, кстати, в принципе, не то, как к друиду относится. Это у всех классов теперь так. И я думаю, вы теперь представляете, насколько сильный баф получила, например, какая-нибудь двухстихийная сорка, которая использует Frozen Orb, например, и Firewall. Она теперь может использовать сначала Frozen Orb, потом тут же Firewall, Frozen Orb и Firewall. И прям подряд ими спамить без абсолютно каких-то задержек. Раньше так были определенные ограничения. Бафнули смену облика. Так, Волк теперь будет наносить гораздо больше урона. Хотя, опять же, Волк, по-моему, наносил и так достаточное количество урона, его не стоило бафать. А вот что стоило сделать, я пока вот здесь, где в описании этого не вижу, что в форме Волка и в форме Ведведя друид сможет использовать какие-нибудь заклинания. То есть, там, заклинания друида, по меньшей мере, а в лучшем случае, например, даже заклинания типа Энигмы, например. То есть, телепортации, да, то есть в форме Волка, чтобы можно было телепортироваться. Я здесь этого описания не вижу, здесь мы уже посмотрим на самом сервере, когда накатят это, будет ли возможность Волкам применять заклинания. Здесь этого нет, и это очень печально. У Некроманта, соответственно, бафнули скелетов магов, и урон, например, от яда был увеличен аж на 750%. По крайней мере, пока вот эти изменения выглядят довольно приятно для скелета мага, и, возможно, они теперь заиграют по-новому. Теперь шипы наносят фактический урон. К сожалению, не написано, какой урон они будут фактически наносить в каждого противника, который атакует цель. Но будет интересно посмотреть, как это будет работать. И первое изменение — проклятие. Это то самое тестовое изменение, которое они давно хотели внести, и как раз-таки с немощностью у нас начнется и изменение этих проклятий. Что мы имеем сейчас? Вот оно, немощность, и вот мы, например, берем первый уровень заклинания, и имеем 33% уменьшения урона от цели, получается. И как бы мы его ни прокачивали, единственное, что у нас будет меняться, это радиус действия, что в целом довольно-таки бестолково. Это касается в целом всех проклятий Некроманта, поэтому Некроманту, как правило, проклятие не качают, просто берут по единичке везде и все, и зашибись. Так вот, теперь проклятие Уикен при каждом повышении уровня будет получать еще по плюс 1% к уменьшению урона. Разработчики надеются, что мы почему-то начнем, соответственно, качать это проклятие для того, чтобы, видимо, сильно уменьшить урон. Наверное, такое изменение стоило вводить не с этого проклятия начинать, потому что я сильно сомневаюсь, что кто-то будет его все равно качать. Но окей, теперь мы все равно будем прокачивать его на 1, ну и с учетом плюсов к умениям будем получать просто конскую прибавку к этому скиллу, и, соответственно, так и продолжим им пользоваться, как оно и было. Я не думаю, что кто-то будет его качать. У паладина боевые ауры, такие как Holy Fire, они теперь будут наносить гораздо больше урона. То есть, если раньше мы наносили определенное количество урона, то теперь, если цель будет подходить к нам ближе и ближе и ближе, она может будет получать до 200% вот урона, который у ауры есть. И при этом урон за каждый уровень увеличен еще аж на 90%. Я также не знаю, чем тут руководствовались разработчики, потому что Священный Огонь и так являлся очень мощным заклинанием для прохождения уровня сложности Нормал. Чуть ли, наверное, не лучшим билдом было собирать паладина через именно Holy Fire. С вот этим конским повышением, мне кажется, он будет просто дикой имбой, если честно. Я боюсь себе представить, как монстры будут разлетаться в разные стороны, если урон увеличится на 90% за каждый уровень. А если учитывать еще, что при этом еще и синергии повышаются, ну, короче, выглядит очень страшно. Для Сорки, теперь у нас, собственно говоря, и Близзард, и Фроз Норп не мешают другим заклинаниям с задержкой применяться. А вот то, что интересно, что обещали бафнуть, так это доспехи Сорки, которые сейчас никто не качает и никто не использует никакие другие доспехи, кроме ледяного доспеха, то есть самого первого доспеха. Обещали сделать что-то для того, чтобы люди решили, что им зачем-то будет нужно качать и другие доспехи. У Морозного доспеха у нас сейчас что есть? Он, соответственно, наносит урон противнику, который вас атакует в ближнем бою. Так вот, теперь этот урон будет увеличен на 25%. Вы серьезно думаете, что это кому-то будет нужно? Типа, Сорка не должна получать урон лицом. Какого черта, почему вы увеличиваете урон? Были здравые предложения у комьюнити по поводу того, чтобы, например, Шивер Армор увеличивала, например, колд резист у Сорки, да? А, например, Чилинг Армор уменьшала время заморозки, вплоть до того, чтобы, там, не знаю, вообще нельзя было заморозить на 20 уровне. Что-нибудь такое сделать. Вот это было бы интересное изменение. А зачем увеличивать урон от доспеха? Это выглядит как полнейший бред. Такая же история с Соркинг Армором. Он тоже наносит урон, в том числе и тем, кто по вам стреляет. То есть, если вы используете Чилинг Армор, и по вам стреляет кто-нибудь из лука, то в него обратно отлетает ледяной болт, который, типа, поражает его льдом. Единственное, где вот кто почувствует применение от этого, так это ваш наемник, который носит рунное слово Фортитюд. Потому что на нем есть шанс скастовать на себя Чилинг Армор. Вот наемник будет просто благодарен, да, он теперь будет раскидывать влево и вправо эти айс-болты. А Сорка как не использовал, так и не будет это использовать, потому что, ну, нет никакого смысла. Даже если бы они увеличили защиту на 300%, Сорка бы это использовать не стала, потому что Сорки не качают защиту, и нет никакого смысла, собственно говоря, прокачивать этот доспех. В общем, я не знаю, на что они тут рассчитывали, я думаю, что Сорки это использовать по-прежнему не будут. Что касается умения Молнии, то здесь бафнули и так очень сильный билд. Они бафнули нова Сорку, которая и так имела конский урон, а теперь она будет еще и иметь баф от Статик Филда. Ну, охренеть теперь, собственно говоря. Один из самых имбовых билдов в игре станет еще более имбовым. Навык Гроза теперь будет больше смысла иметь, поскольку теперь, собственно говоря, у него и длительность увеличена, и урон будет от Статика расти. В общем, вот этот навык, я за него прям рад, потому что он достаточно бестолковый, мусорный в целом, но теперь, наверное, он будет иметь какой-то смысл. Гидра, соответственно, самое ожидаемое изменение, да, насколько мы теперь можем использовать гидру. Так вот, теперь убрана задержка после применения. Однако вы можете призвать не больше 6 гидр. То есть, по сути, здесь логика будет такая же, как у ассасинки с ее ловушками. Вы можете вызывать ваших гидр сразу, сколько вам нужно. Каждая там последующая гидра будет уничтожать предыдущую. Короче, 6 гидр максимум вы можете держать. Теперь самое интересное, наверное, к чему мы подошли. Это изменение наемников. Как же они изменят наемников, чтобы заставить нас использовать наемников из разных актов? Итак, разбойница лучница. А теперь у нее появляются дополнительные навыки. Замораживающая стрела, взрывная стрела. И все. И все. И, собственно говоря, не совсем понятно, почему это должно заставить нас использовать разбойницу из первого акта. На самом деле, ее проблема была, наверное, не в том, что она не умела использовать взрывные стрелы, замораживающие стрелы. Если мы используем вот эту лучницу, то чтобы что? Чтобы она заместо нас урон наносила, кто это будет использовать? Это может использовать варвар, например, или там паладин в ближнем бою, да, зелот какой-нибудь. Чтобы разбойница использовала сплэшевый урон. Возможно, это будет как-то поддерживать как раз-таки милишных бойцов, которые бегают и вынуждены носиться там за каждым противником по отдельности. Но опять же, взрывная стрела и замораживающая стрела, они наносят не настолько сплэшевый урон большой по площади, чтобы это имело какой-то серьезный смысл. В общем, я пока считаю, что разбойница лучница, она никак не воскресится. И ее как не использовали, так и не будут использовать. Что касается пустынного наемника, то здесь теперь не нужно будет бегать по уровням сложности для того, чтобы нанять конкретную ауру. Теперь на уровнях сложности кошмар и ад будут доступны абсолютно все ауры. И это очень хорошо. Кстати, забыл очень важное изменение про наемников. У наемников будет фиксированный уровень, когда вы их нанимаете. И он будет равен уровню вашего персонажа. И это прям ура-ура, я это изменение категорически приветствую, потому что бегать и перезагружать игру для того, чтобы найти наемника с нормальным уровнем, чтобы не пришлось его докачивать, это дико раздражало. А теперь, собственно говоря, мы можем нанимать наемников сразу нужного уровня, что не может не радовать. Дальше, и конкретно изменили наемников с третьего акта. И они теперь, есть у меня подозрение, что достаточно с серьезной вероятностью они заиграют. У чувака, который использует лед, не изменилось ровным счетом ни хрена, кроме того, что он будет наносить больше урона. А это чушь собачья. А вот что появилось интересного, так это у чувака, который использует огонь, теперь он может использовать энчант. Он будет зачаровывать себя, игрока и союзников поблизости. То есть, представляете, этот чувак теперь заменяет полностью энчант с орку. Я не знаю, какого уровня там у него энчант, конечно, будет, но чувак, который бегает и зачаровывает вам оружие, это просто охренеть как круто. Это любые милишники теперь просто будут в счастье, наверное, бегать, когда вот этот чувак будет рядом. И он действительно составит большую конкуренцию наемнику из второго акта. А что делает чувак с молнией? А он использует, ребят, static field. То есть, этот чувак полностью заменяет с орку. Опять же, я не знаю, какую логику применения здесь ему добавят и насколько часто он будет его использовать, насколько он будет понимать, что нужно использовать в данной ситуации static field. От этого будет очень серьезно зависеть его как раз таки применимость. Но само наличие static field у наемника это просто охренительный баф. В общем, вот на эти два наемника я делаю большую ставку. Если они будут иметь нормальную логику поведения, это будут охренительнейшие наемники, которые действительно, скорее всего, будут играть. Что касается варваров. Варваров из пятого акта также изменили. И им дали большую защиту, там, лучшие навыки и пятая-десятая. Но самое главное, что им дали, им дали боевой клич. Это крик, который наносит урон всем в округе, а также станет всех противников в округе. То есть, по сути, достаточно неплохой такой баф. Опять же, все будет зависеть от того, как он будет применять, какой логикой. Если он будет стоять там, не знаю, где-нибудь в углу и орать на одного какого-нибудь забулдыжного монстра, то это будет не совсем весело, потому что этот крик, он имеет очень маленький радиус распространения. И нужно, чтобы варвар на себя собирал толпу противников. Но, по сути, вот с этим навыком варвар становится реальной заменой чувака со второго акта Саура и Холи Фриз. Который замораживает всех. Поскольку этот не то, что Холи Фриз. Он прям станет противников в округе без всяких Холи Фризов. Рунные слова мы с вами рассмотрели еще в предыдущих видео. Однако здесь добавилось еще одно рунное слово, которое не было представлено. Рунное слово помешательства. Которое задействует руну Зод. По сути, у нас есть уже рунворд для посохов. Это рунное слово Мемори. Которое, однако, вообще не играет. Хотя тоже дает конские преимущества. В том числе и плюс ко всем умениям. И давайте посмотрим на Мемори. Мемори что у нас дает? Дает также плюс к скиллам только, правда, сорки отдельно. Маленький фастер Кастрейд. Но он дает плюс к энерджа щилду, кстати, к филду. И не дает никаких резистов. То есть, по сути, сорка с данным посохом достаточно беспомощна. Поскольку теряет, естественно, щит. Спирит, да, который носит все сорки. И при этом ничего толком взамен не получает. Здесь же, на самом деле, решили это поправить. Потому что теперь фастер Кастрейд здесь достаточно конский. Здесь и фастер хитрикавери, который есть на спирите. Сюда перенесли. И резисты сюда перенесли, которые есть на спирите. Правда, в еще большем объеме. То есть, по сути, вот этот посох, он действительно заменяет собой спирит. Однако, проблема вот в чем. Спирит плюс, например, хота в руках дает плюс 5 ко всем умениям. А этот посох дает только плюс 4. То есть, мы в любом случае получаем меньше. При этом, эта штука требует руну Зод. А руна Зод у нас, это руна 69 уровня. То есть, на этом уровне мы можем носить все, что угодно. И хота, и спирит монарх, и все, что хотим. Если бы вот этой руны здесь не было Зод, а была бы, что бы, я не знаю, какая-нибудь другая бы руна, там, ну, ее просто нахрен убрать отсюда Зод. Этот бы посох реально имел бы смысл. С руной Зод я вообще не понимаю, почему это может быть полезно. Потому что, зачем этот посох использовать, когда можно использовать спирит плюс хота. Хота имеет у нас сколько? 40, по-моему, процентов применения умений. Плюс спирит дает еще там 35, да? Это 75 скорости применения умений. То есть, мы теряем просто во всем. Меньше умений, меньше скорости применения умений. Единственное, что у нас здесь плюс будет, это фастер хитрикавери больше. И больше, собственно говоря, наверное, резистов получается. Хотя, опять же, хота тоже дает хрен в гору резистов. До 40 резистов ко всему. Плюс со спирита. Ну, в общем, я не знаю, для кого этот рунворд. Скорее всего, он играть не будет. Теперь мы можем апать в кубе комплектные доспехи. Так же, как и уникальные. Для этого есть отдельные, вот у нас, собственно, здесь рецепты. Это довольно-таки хорошо. Хотя, проблема комплектных доспехов явно не в том, что их нельзя апать. А в том, что они дают абсолютно бестолковые бонусы. Многие из комплектных доспехов были изменены. И теперь им дают дополнительные какие-то бонусы, чтобы мы этим пользовались. Наш теперь получает конский МФ всего за два предмета. С учетом вот этих вот бонусов, есть большая вероятность, что его будут использовать за место сета Талраша. По сути, ничто не мешает сорке надеть на себя вот эту броню. Поставить вот этот посох на своп. И перед убийством босса менять снаряжение на посох, собственно говоря. И получать конскую прибавку к МФ. Увеличили количество локаций с 85 уровня, что довольно-таки неплохо. Чем больше локаций с 85 уровня, тем лучше. Больше мест для фарма. Какой из них пока будет удобно для фарма, здесь нужно еще посмотреть. Я бы, наверное, посмотрел, в какой из этих локаций вводятся призраки. И вот туда бы отправился. Поскольку призраки имеют очень высокий шанс дропа рун. И, соответственно, имеет смысл их фармить. Но сейчас их фармить можно только в Светилище Хаоса и в Реке Пламени. Плюс иногда они появляются в Хранилище Камня Душ, то есть на пути к Баалу. Было бы здорово, если бы была консилокация, где они бы постоянно появлялись. Теперь мы не можем блокировать атаки во время анимации перед применением умения. То есть, если ваш персонаж что-то касует. Например, Хаммердин кидает свои молоточки. Но теперь он не может блокировать удары от монстров, если его при этом атакуют. Что дает некоторый дебаф Хаммердину, он теперь становится гораздо-гораздо более уязвим. В общем, вот такие нас изменения ждут на ПТР сервере. С нетерпением ждем 25 января во вторник. И будем с вами вместе тестировать. Я думаю, что в этот день будет запланирован стрим. И будем пробовать собирать новые билды. Возможно, они там уже будут собраны на серваках. Но в завершении ролика хотелось бы поблагодарить всех, кто поддерживает канал материально. Через кнопку донатов или через кнопку спонсорства. В частности, выражаю особую благодарность Дмитрию Сай, Водяному Коту и Рустему Рахматуллину. Спасибо вам большое.